должно соответствовать периодам роста есть периоды роста природные и нужно видеть да что на этом на этом природном росте в моменте времени цена для его развития есть такая наука чакра видео есть центр который раскрываются последовательно по мере вас сурен сурен да вот теперь прям с первого года рождения уже центр открыт 1 утрой матери они все закрыты он там не видит этого мира не воспринимает органами чувств он сам не питается он не передвигается не воспринимает скован вот этой оболочкой сознанию просыпается в 7 месяцев начинать чувствовать скованность уже ему там утробе утрой матери уже начинает чувствовать себя там скованным и испытывает уже первый опыт страданий и когда рождается получает шок вообще потому что это болезненно выйти из утробы и плюс вот это вот все на него сваливается страшная картина для него открывается нижняя чакра она отвечает за выживание что значит требует дарила 1 чакра он просто требует пищи кричит как сумасшедший ребенок когда есть хочет неудобство какое-то или больно что-то или болит кричит опять он требует 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 выжить ему надо не говорит просто требует и вот этом первом годе родители должны его воспитывать тактильно руками касаться касаться да вот еще другого не понимает прижимать к себе гладить там кормить вот это очень важно до какого периода год первый год обязательно то есть на руках должен быть ребенок большей частью это сравнивается воспитание птицы 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 птенцов так держит в гнезде да да так а так они чувствуют себя по защите все мыши с ним второй этап рыба рыба смотрит уже контролирует взглядом когда у них проявляется уже какое-то сознание что мать наблюдает до родители они дисциплинированы разум дает взгляд родителей когда они смотрят они творят что хотят вообще но когда смотрит они разум получают а вы возраст от года до но если так подробно то второй год это уже пробуждается чувство капризы на втором не рыба нет вот сейчас рыба ставим до подробнее расскажу подробно я хотел сокращенно рассказать про про рыбу птицу и черепаху а там есть 7 7 чакр 7 7 поэтому если так пробежаться сейчас пробежимся первое выживание страх второе второй год пробуждаются чувства каприз ребенок начинает хочу не хочу нравится не нравится проявлять уже на втором годе и здесь родители их обязанность удовлетворять все его прихоти удовлетворять сюда в два года ему еще объяснить нельзя а он не понимает ли творят него его воду не поймёт да просто нужно либо удовлетворять либо как-то безболезненно отводить внимание но никак не запретами такими жесткими что он еще не поймет почему да просто испугает баловать его да да баллы 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 до двух лет нет до пяти до пяти то там уже другие периоды идут на третьем годе открывается чакра деловитостью начинает изучать мир он берет его принты начинает ломать его в три года игрушку сломает там не знаю обои оторвет хрустальную вазу может разбить ах это это знание мира да он пытается познать мир а его бьют за хрустальную вазу допустим шок травма с детства все потом психологи сми разбираются уже в 40 лет что с ним до произошло оказывается тогда разбил хрустальную вазу его высекли родители в три года этот страх вот этот осталось да у него вот это вот травма осталось психологическое в три года он должен все ломать мы должны понимать что он так изучает мир это нормально позитивно к этому относимся в четыре года следующая чакра выше когда он чувствует гармонию в отношениях радуется шутить шутить уже может веселить другие слова какие-то придумывает четыре года то творит и он может какие-то глупости говорит но это не мы не должны применять как глупости за чего за это нельзя нельзя да нельзя его говорит что-то неправильно это плохо ты говоришь то глупости ты говоришь да ты ничего не понимаешь так мы блокируем чакру эту закрываем ее творческую гарма гармонию а ему нужно нужно поддерживать эти вещи и вот только в пять лет начинается уже воспитание что пробуждается 5 чак отвечающий за способность различать что хорошо что плохо тут же можно объяснить после пяти лет в пять лет уже начинается мягкое воспитание начинается до пяти он как царь после пяти уже начинается слуга обучаем его служить другим родителям служить выполнять их волю приказы наставления объясняем почему так надо делать если он понимает что так надо а он это не делает можем наказать травма не будет он понимает осознанность уже травмане будет все с пяти лет начнет 6 лет он уже как мудрец на что-то применять сам нужно дать ему возможность самому ими какие-то решение даже в 6 лет он уже начинает применять какой тот свой опыт детский тоже нужно дать эту возможность применять опыт посмотреть как он это будет делать сам вот-вот и так далее. А в семь лет пробуждаются у него самое важное, что есть в человеке внутри. В семь лет это тяга к таинственному, неизведанному, к божественному. И вот тут мы все говорим Бога нет. Духовному. Да, если мы говорим Бога нет, все это глупости. Вот эти все предыдущие развития аннулируются и обесцениваются. Они есть, но как много нулей. Они бессмысленны становятся. Вроде все умеет, образованный человек, а смысла в жизни нет. У него депрессия. Почему? Потому что у него эта вера была запрещена. Когда-то. В каком-то... Это первый цикл семилетний. А их таких еще по семь. Семь штук. 49 лет получается. И вот все это нужно прожить правильным образом. То есть они в... Вот. Секретичное... Семь так и семь так вертикально выстраиваются. И первое от страха идет, второе от чувств идет, третье от деловитости идет. И так получается 49 лет целиком. То есть их 49? 49. Семь по семь. Нет, семь чакр. А, то есть они повторяются. Первую чакру страхом проживает семь лет. Ага. Это все на фоне выживания еще. Я еще не самостоятельно семь лет. Я не могу сам зарабатывать себе еще. Я боюсь этого. Я от родителей завишу. Я поесть, домой иду. Мне что-то надо. Я к родителям и иду. Это чакра выживания все еще. Но она развивается, эта чакра выживания, семь лет вот по этим чакрам. Потом чакра чувств будет тоже семь лет проходить. Страх новых ощущений. Восемь лет перетупердет. То есть что происходит? Новые чувства добавляются в развитие. Не осмыслены. Таких не было. Начинает чувствовать тонкие сексуальные чувства. Он еще не знает об этом. Но какую-то любовь в девять лет уже может влюбиться, первую любовь испытать ребенок. Это уже чакра чувств пошла работать. А потом чакра вот этих вот познания мира будет работать. Семь чакр. И в конце концов, когда до духовности дойдет, в конце, две духовности сойдутся, чакр сносится совершенно. 49 лет? 49 лет он должен быть совершенным. Я сейчас 47. Я еще не достиг два года. Надо посмотреть, какие чакры закрыты, просто открыть их. Но вот Бхага Вагид открывает все чакры. Все чакры, если читать регулярно. Потому что через сознание чакры открываются. Осознанность. Физически не открываются, через осознанность открываются. Вы это все записывали? Надеюсь, потому что это же очень важно. Я думаю, у вас будет тут большой успех, если применить эти знания в этом развитии. Да, да, да. Столько молодежи можно спасти от деградации. Я представляю, какое важное дело можно делать. А я сейчас и начал заниматься заниматься как раз молодежью. Не знаю, что это пришло. Просто чувствую, что желание направить в правильное русло. То есть, какими-то своими примерами рассказываешь, показываешь. Потому что все-то говорят, что потерянное поколение и так далее. мы должны взять на себя ответственность за то, что происходит. Хорошо, потерянное поколение. То есть, давайте, чтобы следующее поколение не было потеряно, давайте мы его возьмем и сподвигнем к чему-то. К доброму. Спасти еще то, что можно спасти. Да. Мы можем спасти. Субтитры создавал DimaTorzok